Привет! Наконец-то мы достали паёк армии Казахстана. Очень сложно было его найти. И сегодня мы с его помощью попытаемся прожить целый день в лесу, а также покажем видео со скрытой камерой, которую мы там оставили. В поисках места для завтрака мы наткнулись на вот такое маленькое озерцо в лесу. Судя по следам, здесь пьют воду и, возможно, даже купаются лесные жители. Также об этом говорят тропинки животных. Они очень узкие, поэтому сразу можно понять, что люди по ним не ходят. Ну что, пора покушать. Выпускается паёк казахстанской армии в вот таком вот полупрозрачном пакете. Все приёмы пищи уже поделены по пакетам и нам сразу же достался завтрак. Две консервные банки это хорошо. Помню, в каком-то пакете на завтрак вообще не было нормальной еды. Только галеты и чай вроде. Скажу сразу, что казахстанские печенюшки оказались крайне твёрдыми. Их с большим трудом можно было откусить зубами. Яблочное повидло должно украсить ситуацию. На завтрак разогревать основное блюдо мы будем на горелке, так как нужно быстро покушать и идти дальше. Но для следующих приёмов пищи у нас в запасе другой интересный вариант. Воду для чая в этот раз мы будем греть в большой посуде. У неё большая площадь нагрева и вода греется в разы быстрее, нежели сразу в кружке. Что позволит экономить время и газ. Теперь очередь консервы. И тут у нас каша пшённая с говядиной. Ну давайте посмотрим. Кашу вижу, а вот мяса как-то очень мало. Консистенция оказалась достаточно сухой. Поэтому мы решили долить немного воды, иначе каша грелась бы очень долго и при этом пригорала на дне котелка. Тем временем открываем овощное рагу. Видим кусочки кабачка и ещё каких-то овощей. И в принципе всё готово, можем пробовать. Из-за недостатка мяса каша не самая вкусная. А вот овощи вполне хорошие. Галеты же твёрдые, просто нереально откусить. Мне кажется, когда кончаются патроны, можно ими бросать врагов с не меньшей эффективностью. Жаль нет вилки или ложки, никакой конфеты или жвачки, даже соли нет. Но чувство сытости завтрак дал, и мы идём дальше, в поисках интересных локаций и, возможно, даже небольших приключений. Не успели и глазом моргнуть, как пришло время обеда. Но тем не менее, мы уже зашли достаточно глубоко в лес к этому моменту. Надеемся, обед нас порадует больше. На этот раз у нас чиз с говядиной. Судя по картинке, это первое блюдо. Дальше ещё одна консервная банка и, как и в прошлый раз, каменные галеты с чаем и сахаром. А греть мы будем не на газовой горелке, а на вот такой печке из настоящего титана. Мы заказали её на Алиэкспресс и она уже более полугода лежит без дела. И теперь мы имеем возможность её протестировать. Спустя всего минуту сборки мы получаем вот такое устройство, в которое нужно загрузить порцию веточек. К счастью, рядом как раз оказалось дерево с нужным нам материалом. Сухие ветки всегда лучше собирать с дерева, нежели с земли. Ведь обычно на земле они более влажные. Даже без бумаги или какой-либо другой распалки сухие ветки отлично поджигаются. И как и ожидалось от высокой температуры, металл немножко поменял цвет. Но это не страшно. Ставим воду на чай. И буквально за мгновение, пока мы готовили кружку, она уже начинала закипать. Вот это скорость! Высыпаем главное блюдо в кастрюльку. И открываем следующую банку. В ней оказывается мясная тушёнка. После слива ненужной нам жидкости и лишнего жира, мяса осталось не так-то много. Часть мы положили на галеты. А остальное высыпали в главное блюдо, чтобы всё хорошенько разогрелось. И знаете, чем мы займёмся в этом ожидании? Конечно же зарубимся в PUBG Mobile. Это мобильная версия всем известной игры PUBG, в которой 100 человек одновременно сражаются на огромном острове за звание последнего выжившего. Там ведь вышло новое обновление с кучей крутых нововведений. Оно полностью преобразило популярную карту Миромар. Теперь нас ждёт ещё больше населённых пунктов, дорог и ресурсов, так что вы сможете выбрать хорошее место приземления и сражаться по-умному. Снайперская винтовка Вин-94 появляется с уникальным 2,7-кратным прицелом и используется только в Миромар 2.0. Гоночный трек с трамплинами для трюков, песчаная буря, усложняющая выживание, эксклюзивный и единственный на карте золотой автомобиль Мирадо и даже торговые автоматы с энергетическими напитками. Участвуй в эпичной битве за выживание и зацени все нововведения. Качай PUBG Mobile бесплатно по ссылке в описании и получай бонусы от сливки шоу. Наш обед готов. И вот это уже выглядит и воспринимается на вкус совсем по-другому. Благодаря тушёнке мы получили более адекватное количество мяса в этом приёме пищи. И не будем скрывать, всё стало вкуснее. Но вы не поверите, что мы нашли прямо в 10 метров от лагеря. Это был настоящий рок какого-то животного. Возможно, это был олень или даже лось. Они периодически сбрасывают свои рога, чтобы было легче перемещаться по лесу, не цепляя ветки. Но на их месте потом всё равно вырастают новые. Посмотрите, как наша печка поменяла окраску. Мне кажется, она стала выглядеть даже ещё лучше. Ну что, надо идти дальше, пока лось не вернулся за своими рогами. По дороге мы нашли зайчью капусту и немножко подкрепились ею после завтрака. В ней много витаминов, и этого растения полно в лесу. Да и в целом, время провождения на природе, плюс небольшие физические нагрузки в виде преодоления определённого расстояния пешком, очень полезны для организма. Пришло время ужина. Недалеко от выбранного места мы обнаружили поваленное дерево, и отслоившиеся куски его коры могут послужить отличным местом для размещения еды. Опять казахи положили галеты и повидло. Но что есть, то есть лучше, чем ничего. Галеты хоть и твёрдые, но их всегда много в пакете. Теперь на очереди каша гречневая, которую мы быстренько транспортируем в кастрюльку, так как уже сильно хочется кушать. Ну и опять же, она очень сухая, и без воды прям никак не обойтись. Гречкой запахло на весь лес, и мы спешим утолить свой голод, закусывая деревянными галетами. Кстати, чуть не забыл. Помните историю со скрытой камерой в лесу и лесой, которая её украла? Так вот, мы ещё неоднократно оставляли камеру на дереве в надежде, что она таки вернётся в эти места. И даже клали ей гостинцы, которые должны приманить своим запахом. И не зря, ведь в одну ночь не зря, ведь в одну ночь не зря, ведь в одну ночь пришла поласывать вкусняшками. Взгляните, там на бревне мы ей пооставляли и колбаски, и сосиски разные. Там вообще целый шведский стол. Она там крутилась и пировала около часа. А потом, знаете, что случилось? Она ушла и привела свою подружку. Офигеть! Двух лисиц в этом лесу мы ещё не видели. Мы думали, что она тут одна обитает в этих окрестностях. Так что всё с лесой в порядке и никуда она не пропала, как мы думали. А даже вполне неплохо так поживает и нашла себе подружку. И возвращаясь к пайку, что мы можем сказать в итоге? Слабоват он, конечно, казахстанский паёк. Как уже говорилось, нет ни приборов, ни соли, ни сладостей, никаких либо средств для разогрева еды. Я уже не говорю про зубную щётку и витамины. Но, с другой стороны, хоть и не так вкусно, но покушать есть что. И голодным солдат не останется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok